МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А статьи из газет больше не вырезают. Ранее суд отказался снимать Навального с учета, как склонного к побегу. По словам политика, из-за такого статуса его каждый час будили по ночам. В колонии оппозиционер 24 дня держал голодовку, жалуясь на боли в спине и ногах и требуя допуска независимых врачей. Его перевели в тюремную больницу во Владимире. Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что здоровье Навального уже восстановилось. Европейский суд по правам человека ранее постановил, что политика судили за обычную предпринимательскую деятельность и требует немедленно освободить Навального. Бывший депутат Госдумы, оппозиционный политик Дмитрий Гудков, уехал из России в Украину. Он считает, что уголовное дело и обыски, которые прошли у него и близких членов семьи, связаны с попыткой не допустить его до новых выборов в Госдуму. Несколько близких источников из окружения администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено, вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова любым способом. Считаю, что высосанное из пальца дело о подвале было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны, как минимум, до дня голосования. Дмитрия Гудкова задержали 1 июня по делу, которое возбудили из-за неуплаты долга за аренду нежилого помещения. По этому же делу проходит тетя политика. По версии следствия, ее фирма недоплатила мэрии Москвы более миллиона рублей. Дмитрий Гудков провел в изоляторе двое суток. Его отпустили без предъявления обвинения, но в статусе подозреваемого. Сам политик говорит, что у него нет подписки о невыезде. Окружной суд Гааги начал рассматривать по существу дело о крушении Боинга над Донбассом. Сегодня на слушаниях о катастрофе рейса MH17 начали представлять доказательства. А среди вопросов, на которые в итоге должен ответить суд, каким оружием и где был сбит лайнер в 2014 году, а также какова в этом роль подсудимых. Рейс MH17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту были 298 человек, и все они погибли. На процессе четверо обвиняемых, трое из них граждане России и один украинец, все они отрицают свою вину и отказались прибыть в суд. Через адвокатов в процессе участвует лишь один из обвиняемых Олег Пулатов. Международная следственная группа пришла к выводу, что Боинг был сбит из российской ракетной установки БУК с территории подконтрольной сепаратистом. Российские власти свою причастность к авиакатастрофе отрицают. Владимир Зеленский считает, что со стороны Джо Байдена будет ошибкой и не встретиться с ним до саммита в Женеве. Президент Украины сказал, что хотел бы проконсультировать своего американского коллегу до встречи с Владимиром Путином о ситуации на Донбассе и обсудить вопрос строительства газопровода «Северный поток-2». Зеленский рассказал об этом в интервью «Аксиос». Он также выразил разочарование с отказом США вводить санкции против оператора «Северного потока», отвечающего за строительство на территории Германии. Глава украинского государства подчеркнул, что об этом решении он узнал из СМИ, считает, что такие шаги администрации Байдена подрывают уверенность Киева в поддержке со стороны Вашингтона. Мы понимаем, что только США способны остановить это строительство. Это оружие, настоящее оружие, и я открыто говорю об этом. Оружие в руках Российской Федерации. И что уж точно стало неожиданностью, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США. «Северный поток-2» — это трубопровод, который прокладывают по дну Балтийского моря. Через него Россия будет поставлять газ в страны Европы в обход Украины. Киев считает, что это строительство политическим проектом Москвы. Такого же мнения придерживается и Вашингтон. Россия и Германия настаивают, что проект чисто экономический. В Москве обещают ввести газопровод в эксплуатацию к концу года. Из России выслали украинца Алексея Семеняку. Он работал в компании, которая занимается главным образом распределением IP-адресов в российском сегменте интернета. Но Федеральная служба безопасности заподозрила его, цитата, в разведывательно-подрывной деятельности. На допросе он якобы сообщил, что давал консультации Службе безопасности Украины. Там уже призвали относиться к подобным публикациям скептически. В СБУ заявили, что работают внутри страны. А новость о разоблачении назвали информационной спецоперацией российских спецслужб. В ФСБ России отметили, что Алексей Семеняка не успел нанести ущерб безопасности. Но въезд в страну ему закрыли на четверть века. Союз Европейских футбольных ассоциаций одобрил форму сборной Украины на Евро-2020. В УЕФА заявили, что футболки соответствуют всем правилам экипировки. Форму представили накануне. На ней изображен контур границ Украины, в том числе аннексированной Россией Крым. А также лозунг «Слава Украине! Героям слава!». В российском МИДе назвали это пропагандой и обманкой. А вот посольство США в Киеве написало в Твиттере, что им новая форма нравится. Чемпионат Европы по футболу начнется в эту пятницу. Сборную России при жеребьевке развели с Украины. Кроме того, украинская сборная не будет играть в Санкт-Петербурге на групповом этапе. Но небольшой шанс на матч в России у нее все же сохраняется. На стадии четверть финала. Минздрав России заявил о снижении уровня смертности в ряде регионов. И теперь, по словам Михаила Мурашко, показатели приближаются к тем, что были до пандемии COVID-19. При этом, по данным Росстата, в апреле в России умерли почти в 7 раз больше людей с коронавирусом, чем год назад. Ранее журналисты обращали внимание на показатель избыточной смертности в России. С начала пандемии по разным оценкам он достигал 400 тысяч человек. По официальным данным, от последствий ковида в стране умерли около 124 тысяч пациентов. Власти объяснили отличия в статистике разными методами подсчета. К началу июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с десятками стран. Однако сейчас власти пытаются ограничить перевозки на заграничные курорты, например, на Кипр или в Тунис. Эти страны уже принимают российских туристов, но обычными рейсами туда отправиться пока нельзя. Поэтому туроператоры отправляют клиентов на курорты грузопассажирскими лайнерами. Власти предупредили о возможном аннулировании таких полетов. Действия Росавиации привели к сокращению рейсов и подорожанию турпакетов. Президент России подписал закон о выходе страны из договора по открытому небу. Это соглашение разрешало наблюдательные полеты над военными объектами. В нем участвуют более 30 государств. Но Вашингтон обвинял Москву в нарушении договора. Российские власти, к примеру, запрещали наблюдательные полеты над Калининградом и Чечнёй. Предыдущий президент США Дональд Трамп решил выйти из сделки, а действующий Джо Байден не стал в неё возвращаться. Белорусам нужна поддержка. Особенно тем, кто не уехал из страны. Об этом заявила политик Светлана Тихановская, выступая перед депутатами Сената Чехии. Она поблагодарила чешских политиков и местную диаспору за помощь всем, кто пострадал от действий белорусских властей. И призвала усилить давление на Минск. Протест ушёл в подполье и теперь работает как мирное сопротивление. Мы объявили о подготовке к новой волне протеста, общей национальной забастовке. Установили программу поддержки местных сообществ и протестных инициатив. И я призываю Чешскую Республику занять последовательную позицию против незаконного режима. Я призываю к немедленному принятию четвёртого пакета экономических санкций и пятого против пособников режима и компаний, которые его поддерживают. Документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» получил премию BAFTA. Британская Академия кино и телевизионных искусств отметила его в международной номинации. Фильм рассказывает о преследовании геев в Чеченской Республике и о том, как активисты помогали эвакуировать гомосексуалов из Чечни. Картину снял американский режиссёр Дэвид Франц. Ранее она получила награду в зрительского жюри на Берлинском кинофестивале. Власти Чечни отрицают нарушение прав ЛГБТ-сообщества. По словам главы Республики Рамзана Кадырова, в Чечне вообще нет геев. Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею уже в 27-й раз. В финале канадцы обыграли сборную Финляндии. Основное время матча закончилось в ничью 2-2. Решающую шайбу нападающий Ник Пол забросил в овертайме. Третье место на чемпионате мира заняла сборная Соединённых Штатов. В этом году чемпионат перенесли из Минска в Ригу. Организаторы решили, что на фоне массовых протестов в стране Беларусь не может обеспечить безопасность команд и зрителей. Британский принц Гарри и Меган Маркл объявили о появлении на свет своего второго ребёнка. Они решили назвать дочь Лилибет. Так в детстве называли её прабабушку, королеву Елизавету II. Полное имя новорожденной Лилибет Лили Диана Маунт-Баттон-Виндзор. Её второе имя было выбрано в памяти покойной бабушки принцессе Диане, матери принца Гарри. Лилибет – одиннадцатая правнучка королевы и восьмая в очереди на престол. Это главные новости к этому часу. Подписывайтесь на наши социальные сети и YouTube-канал. С вами Александр Касаткин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин